Добрый вечер дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа разговор по чесноку и я Марина Хакимова. Сегодня у нас в гостях представители самых разных стран планеты. Иностранцы решившие связать свою жизнь и судьбу с Россией. Конкретно с Казанью. И сегодня мы будем говорить с ними о том, почему они решили приехать в наш город и жить в нем. Что им здесь нравится, а что нет. С какими проблемами они сталкиваются. Итак, я хочу представить наших гостей. Это Унмену Марсиаль, студент из Бенина, страна в Западной Африке. Добрый вечер. Наталья Дедусева, студентка из Кыргызстана. Здравствуйте. И Ван Бо, студент из Китая. Из Санксис. Первый вопрос, конечно же, будет, почему вы выбрали Россию, чтобы здесь учиться? Почему конкретно Казань? К вам вопрос. Так, у нас в стране, в Бенине, когда заканчиваем школу, те, которые получают самые хорошие оценки, их отправляют везде в мире. То есть, у меня получилось, меня отправили, ну, то есть, конечно, по специальности, у меня получилось, что меня отправили, ну... Вы были хорошим учеником, лучшим учеником в школе? Ну, да, это точно. Ну, есть другие, которые учатся тоже во Франции, в США и так далее. И потом они сообщают, ну, где, ну, где ты получил грант. То есть, у меня получилось, мне сказали, что ты получил грант, поехать в Россию. Я говорю, хорошо. Вот. И, ну, это так, я получил, получилось, что я приехал в Россию. Обрадовались, когда узнали, что будете учиться в России? Ну, не так, потому что, когда мне сказали прямо, получил грант, поехать в Россию, первое место, которое мне пришло в голове, это, что, о, холодно, и тогда так холодно в России. Потому что мы видим по телевизору, показывают, что люди одевают такие короткие вообще. Я говорю, да, смогу ли я держать, ну, держать, я такие вопросы себе спросил. И еще, ну, говорили про расизм, есть расизм в России, ну, говорили, вот. Это у вас в стране так говорили? Ну, да. Или какие-то слухи ходили? Слухи, так говорят, вот. Ну, меня родители позвали, ну, спросили, ну, вот, поедешь за рубежом учиться, ну, за границу учиться и приехать большим человеком или оставаться здесь у нас учиться. Я говорю, поеду. Ну, я буду, конечно, маленьким. Ну, вот. Отправить 20-летник за рубежом. Ну, вы, не знаю, если вы, мат, но это тяжело. Мама провожала со слезами? Ну, тяжело было для моих родителей меня отпускать, поехать за границу. Это без, ну, так маленький, так тяжело. Вот. Ну, в конце концов, как это было мое решение, они согласились, уважали. Вот. Они сказали, что будем тебя поддерживать. Вот. И я приехал в Россию. Именно в Казани. Это я не выбрал. Это государство меня выбрал, потому что... Ваша страна выбрала. Да. Ну, моя страна выбрала, что вот у тебя по направлению, по приказу, ты должен учиться в Казани. Вот. Так получилось, что я приехал в Россию и, ну, попал в Казань. Ну, и как впечатление о Казани, первое впечатление? Что скажу? Я скажу, что я буду говорить, что это не очень хорошее были. Почему? Потому что я приехал в 3 ноября 2011 году. Это уже холодно здесь в России. Я легко одевался. А когда только с самолета приехал, да, такой холод, я говорю, вау. То, что говорят, это правда тогда. Вот. Но потом нам сказали, ну, вот, здесь посоветовали немножко те, которые старшекустные, которые у нас были, которые учились в Москву, нам советовали. И вот. И еще нас встретили, конечно, в Москву, чтобы доехать до Казани. Это была первая проблема. Потому что мы не поняли, конечно, язык. Я не знал алфавит. Русский алфавит. Я не знаю, это как китайский язык для меня до того, как я приехал сюда. Ну, не обижай, конечно. И мы приехали, это, нас отправили в Казани, ничего не зная, на поезде. Просто сказали нам, что после 13 часов вы будете в Казани. То есть поезд идет 13 часов из Москвы в Казань. Вы, конечно, не понимали, что за город Казань. Да, да, да. Вы считали, сколько часов вы едете, да, и на 13-й час вы должны оказаться. Смотрели на часы каждый раз, каждый раз, каждый раз. И опять, ну, это-то, на конце концов, приехали в Казани. О, на вокзал. Ну, у нас старшие курсники, они были в курсе. Просто они не приехали в Москву, но они были на вокзале. Они приехали нас встретить, и вот, на конец, в конце концов. Первый, я заметил, что этот, как может длиться поезд 13 часа? У нас вообще, что будет это в городе? Маленькая страна, 2 часа, 1 час, 30 минут. В другом конце страны. А 313 часов, я говорю, о, вау. Вот такая вот страна России. Слух, слух. И это ещё, да, это ещё не из конца в колец. Это были мои первые впечатления, когда я приехала в Россию. Наталья, а вы почему выбрали Казань? Ну, вообще, когда училась ещё в Кыргызстане, я всегда думала то, что я уеду в Россию. Там, тут жили мои родственники. Они в Казани жили? Нет, они живут в Москве, поэтому Россия была такой для меня тоже родной страной, несмотря на то, что родилась я в Кыргызстане. Учился в школе тоже на пятёрке, и с подругой уже в 11 классе, когда время было выбирать, какой институт, мы решили, а у неё старшая сестра уже здесь училась в Казани. Мы думаем, может, в Россию? Давай в Россию. Подали документы, прошли, ну, такие с ней всё, счастливые. Поедем она, поедем, и поехали. Вот, приехали в Казань. Ну, конечно, с родственниками было как бы расставаться очень тяжело, сложно. Вы из большого города в Кыргызстане? Где вы там жили? Ну, я не в самой столице, но так, нормально, вот. Поэтому я одна дочка в семье, и поэтому родителям было особенно сложно, наверное, и мне тоже расставаться. Вот, но потом уже привыкла, ездила в Москву к родственникам. Казань, конечно, для меня не сразу. Я, когда приехала, стояла напротив кольца и думала, это центр. Ну, я думала, Казань, там, наверное, сейчас будет что-то вау, я скажу, что там такой центр, такая столица, Казань, такой город. Но потом, со временем, когда я стала гулять по городу, дворец земледельцев, Кул Шариф, Казань стала, так сказать, набирать обороты. В вашем сознании? В моем сознании, да, она больше стала мне нравиться, и сейчас я вполне уже довольна, рада, что я нахожусь в этом городе, и все классно. Ван, хочу обратиться к вам. Вы почему решили в Казани обосноваться? А, я сначала хотел это, русский изучать. Еще живя в Китае, да, в Шахае? Да, и когда я еще живу в Китае, там еще, ну, я хотел русский язык изучать. Ну, потом я еще это сначала в Минске там учил. В Минске, в Белоруссии учили? Да, в Белоруссии, там несколько месяцев. То есть сначала из Китая вы поехали в Минск. Да, 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 да. И потом там этот друг у меня есть, хороший, очень близкий, меня посоветовал сюда учиться именно в КФУ. Он сказал мне, там, это учили, Ленин, Достова. Но я их очень люблю. Учился Ленин? Ага. То есть вы поступили в КФУ, в Казанский федеральный университет, потому что там учился Ленин? Да. Ага. Просто это КФУ, это в Китае, очень известный, который русский, ну, знают, очень известный. КФУ в Китае много знают? Ну, который русский, ну, знают, все знают КФУ, это университет. То есть Казань известна в Китае именно благодаря нашему университету? Ну, помогает. Да. И вы, то есть вы приехали сначала в Белоруссию, там вам друг посоветовал учиться в Казани, что в Казани лучше, потому что там учился Ленин. Ну, там хорошо идут, а учился лучше. И вы, как вы приехали в Казань, ваше первое впечатление, когда вы в Казани увидели? Ой, как сказать, прям, ничего нового. Ничего нового? Нет, все нового. А, все новое? Да, да, да. Ну, город не так большая, но это все красивое, маленькое, но это не так большая, чистое, люди добрые, все в порядке. Это пешеход, машина все выступает, все хорошо мне, ну, да. Ну, вы же приехали из большого города тоже, да, из Китая? Вы жили там в Большом, сколько в Шанхае, миллионов? Ой, честно, не могу сказать. Ну, вы приехали из одного большого города в другой большой город. Разница все-таки есть между Казанью и Шанхаем, я думаю? Ну, это да, в Шанхае там это шумно, очень. Очень шумно, в Казань тише. Да, тише, спокойно жить, очень хорошо, куда-то хотите, хотите успеть. Да, я в Москве тоже несколько раз там был, ну, город большой, шумно. Ну, там, конечно, магазин выбрал побольше, но я думаю, это не проблема в Казани. В Москве есть, и тут все есть. Я больше не был в Казани. Да, куда, ну, пробка поменьше, куда ездить, все, ну, успеть, все хорошо, спокойно. То есть Казань такой компактный для вас уютный город? Да. Поэтому вы решили здесь остаться? Я хочу. Понятно. Унмойно, а вот если говорить о сложности, да, мы тут все красиво так поговорили о Казани, какая она прекрасная, замечательная. А я не верю, что вот вы приехали в Казань, и все как по маслу, все складывалось замечательно и хорошо. Все-таки были, наверное, какие-то трудности, ну, даже если мы будем говорить про языковой барьер. Да, трудности были. Ну, если разрешите, я буду говорить, что для всех иностранцев есть всегда трудности. Ну, я исключаю страну СНГ. СНГ есть всегда трудности. Особенно тех, которые приехали из дальней зарубежной. Как вы так правильно сказали, первая трудность – это языковой барьер, потому что это совсем другой язык для нас. Второй – это адаптация, потому что это совсем другая культура, другой народ. Нужно заново все учиться. Вот. Языковой барьер, как сказать, если я буду начинать говорить про языковой барьер. Когда я приехал, я немножко, если разрешаете, расскажу про свою историю, которую у меня есть лично. Когда я приехал в Россию, у меня, мы, как и всех иностранцев, которые приехали в этом году, в этом году, мы начинали проходить подготовительные факультеты. Первая трудность – это что? Мы не могли понимать друг друга. Преподаватели не понимают по-английски, а мы не понимаем по-русски. Преподаватели не понимают по-французски, а мы не понимаем по-русски. То есть, ну, благодаря этой, ну, КФУ, я могу сказать, потому что они смогли найти какой-то программ, который мог нам, который мог подходить к нам. То есть, с рисунком всякие эти, вот. И еле-еле мы начинали говорить по-русски. Папа, мама, всякие эти. Начинали потихоньку разговаривать на русском языке. И также нам советовали больше общаться с людьми, чтобы быстро говорить и быстро понимать. И больше общаться с друзьями. Ты будешь подходить к человеку на улице, допустим, да? Потому что есть первые выражения, которые нам учили, как можно достигаться до, и можно познакомиться с вами. То есть, не будешь же подходить на улице к человеку и говорить, да, я иностранец, мне нужно общаться по-русски, учить русский язык, можно с вами познакомиться. Да, допустим, человек после трудных, ну, трудных дней, он уставший. Он идет по улице, и тут к нему подходит, он ему и говорит, я хочу с вами познакомиться. Это нормально, что он будет злиться над тобой. Вот. И, ну, также некоторые нас поняли и с нами, ну, откровенно общались, потому что они поняли, что мы стараемся практиковать язык, который мы учимся в универе. То есть, это трудности, это первый языковый барьер, который у нас был. Ну, это зависит от тебя, потому что я знаю, я думаю, что это мы все в России, окружающая среда, хочешь или не хочешь, ты научишь, или ты ходишь. Если ты хочешь жить, то нужно читать язык. Да, если ты будешь жить в России, хочешь или не хочешь, ты научишь, потому что окружающая среда тебе помогает, везде ты ходишь, ты ходишь везде, это на русском говорят. Татарский язык, конечно, есть в Казани, но официальный язык это русский язык. Вот, языковой барьер есть, но можно что-то делать. Можно научиться. Да, можно научиться. А потом, когда я говорю про адаптации, если я кухня, наша кухня, это не русская кухня, тут едят супы. Я первый раз вижу суп здесь, в Казани. Я говорю, я не стесняюсь, первый раз я вижу суп здесь, я никогда не езжу суп. У нас есть другие еды. Ну, конечно, вот. И как делать с этой новой кухней? Сначала кушать спагетти, потому что это общий, это интернациональный. Вот еще другие трудности. Как привыкать к холоду? Русский холод. Здесь, в России, очень холодно. Особенно в Казани. Представляете, что, когда я приехал здесь, в России, это, ну, после, когда я был на первом курсе, да. И во время зимы, я думаю, что было даже минус тридцать один. Я говорю, о, боже мой, как я буду, куда денется? Как я могу ходить по улице с этой погодой? Вообще я не могу. То есть, я приходил к выводу, что часто заболели, потому что… Часто болели первый год? Да, потому что у нас нет зимы, вот, и только тепло. Ну, конечно, влажная температура у нас постоянно плюс двадцать три. Ну, иногда бывает дождь, сезон и все эти, ну… Но минус тридцать у вас не бывает никогда? Нет, никогда. Даже минус пятнадцать у нас не бывает. И что, вы одевались с теплой? Вот, нам советовали купить эти, ну, куртки. Ну, купили, конечно, но помогает, помогает, но все равно. Все равно. Человек, который живет здесь, актив, который первый раз… Ну, первый год, ну, первый год, ну, были очень трудны для меня лично. Ну, со временем я даже решил обратно домой поехать. Я не стеснял вам говорить, я решил обратно домой поехать. Мы приехали пятерем. Сейчас один обратно уехал домой. Он уехал… Я вам объясню. Выходит на улицу холодно. На учебе ничего не понимает. Потому что это… Я только что говорил про языковой барьер. То, что мы проходили на подготовке факультета, это вообще… Это ничего. Это… Там нам обучали поддержи, то есть, допустим, третий подъезд, третий, как можно идти к Атуру, или как можно… Ну, о сложностях русского языка это… Это же русский знак. Да. Когда первая лекция, там ты сидишь, и преподаватель не знает, если иностранец, он читает свою лекцию, и все. Ничего не понимает, это вообще… Вот он говорит, что трудно на учебе, трудно… Погода. Погода. И вообще, он сам, потому что дома мама, папа готовили… Ну, мама готовила, кушали, и он сам должен готовить и кушать. То есть, он должен быть ответственным. То есть, поехать, должен знать, что я должен вставать какое-то время, поехать на учебу, и потом делать… Ну, обратно домой подготовить, потом домашнее задание, успеть быстро спать, и потом обратно. Обратно. Это было очень тяжело. Это не Лико. Лико говорит, ну, в реальной жизни это очень тяжело. Вот он решил уехать обратно. Но четверо все-таки остались. Четверо осилили. Да. Мы четырем остались, ну, вот. Есть один, они его отправили в Уфу. В Уфу. Да, в Уфу, да. Он там учится, сейчас он тоже на магистратуру. Вот. Такие трудности на самом деле. Вы согласны с этим, Ван? Что вот холод, язык и нету мамы. Так обозначим эти проблемы, да? Вам далеко. Да. У вас вот какие были трудности? У меня, да, трудности тоже холодно, погода вообще. У нас в Китае, я особенно на юге там живу. У нас всегда там тепло. Но, с первого пива это не так холодно. Всегда минус один, два, ну, максимум пять. А какие еще, помимо этого, у вас вот были трудности? Да. Еще язык тоже проблемы был. Когда приехал, вообще, ну, типа, плохо знаю. Ну, общаться проблемы есть. Даже в магазине. Я не могу точно сказать, что я хочу купить. Что именно мне надо. Просто, ну, париться показать, вот это, это мне надо. И все. Даже в течение где-то три месяца вообще ничего не говорю. Не с людьми вообще. Наталья, я знаю, что вы работаете в ассоциации иностранных студентов и аспирантов, да? Вы активист этой ассоциации. Вот скажите, иностранные студенты и аспиранты, которые здесь учатся, помимо того, что вот обозначили наши гости, что еще, какие еще трудности они испытывают, помимо погоды, языка и отсутствия, скажем так, дома, домашнего тепла? Ну, это, наверное, самые основные и главные проблемы, которые их всегда беспокоят. Там, из-за того, что они не знают языка, проблема с тем, что заселиться в общежитие, документы какие-то оформить, в больницу сходить, то есть тоже языка не знают, где находится, как объяснить, даже элементарно, что болит, там, показать только тут, тут. Вот, поэтому ассоциация всегда готова откликнуться любому новому студенту, который приезжает из-за границы. Мы встречаем их в аэропорту, на вокзале, и вот оттуда мы уже начинаем их адаптировать к России, Казани. Как заселиться в общежитие, помогаем, как пройти медосмотр, дальше в магазин, даже элементарно, где купить принадлежности, чтобы пойти учиться. Одежда, все подсказать, новая еда, сходить в какие-то места с ними, чтобы они могли куда-то сходить покушать, там, и все в этом духе. То есть, помощь все-таки есть. Если нет мамы рядом, то хотя бы, хотя бы есть студенты, да, так скажем, друзья. Вот у меня к вам, он мне на вопрос, по поводу друзей. Вы очень хорошо сказали, да, что вам сказали, нужно много общаться, нужно много разговаривать. Но вы не могли подходить к людям на улице и говорить, здравствуй, давай я хочу с тобой знакомиться и давай общаться по-русски, да. Вот находить друзей, находить приятелей, находить какой-то свой круг общения. Насколько это сложно и насколько вы сталкивались с проблемами в этой связи, люди, скажем так, общения? Так, что скажу. Знаете, есть какой-то систем, когда приезжаем сюда, здесь, да, в Казани. Я думаю, что, если ты хочешь что-то делать, ты можешь делать. Допустим, есть много вещей, ты можешь заниматься. Допустим, я занимаюсь футболом. Я играл в футбол. Через футбол я могу познакомиться с людьми. Русский, татарин и все, с которыми я могу общаться. Ты можешь заниматься, как называется, ну, другие… Хобби. Да. Увлечения. Увлечения, которые могут тебе позволять познакомиться. Ну, это не сидя дома, это известно, это точно, что не сидя дома, ты не научишь русский язык. То есть это только благодаря такие увеличения я мог быстро… Ну, нет, у меня даже сейчас русский язык ненормальный, но я всегда говорю. То, что главное для меня, это если я говорю, пускай человек, который меня… ну, с которым я разговариваю, он меня понимает, и пускай я его понимаю. Это самое главное для меня пока. Потому что это… если мы можем общий язык понимать, это уже нормально. Лично не надо для меня пока. Вот. А что касается девушек? Да. Если у вас пятеро молодых парней приехало в Казань, кому-то уже удалось, может быть, свою жизнь уже так прочно связать? Как вообще знакомиться? Да, если я хорошо понял, вы спрашиваете меня, как познакомиться… Удаётся ли студентам-иностранцам как-то уже интегрироваться, может, в семейную жизнь здесь, в Казани? Ну, есть много, есть много. Есть некоторые, которые женились. Есть много таких. Вот. Я говорю… Кто сказать же? Решение за тобой. Ты решаешь, и всё. Если ты хочешь что-то делать, вложи силу, вложи всё внутри, и получается, и всё. Если не получается, то у тебя хорошая методика. Надо менять, и всё. Если я сейчас спрошу вас, ваш лучший друг откуда? Да. Мой лучший друг – это вопрос, который я не знаю, как честно объяснить. Серьёзно. Это… Не знаю, как сказать. Настолько много у вас друзей, и все они лучшие, или всё-таки ваши лучшие друзья, единомышленники остались там в Бенине, они из вашей страны, или это уже россияне, с которыми вы здесь… Нет. Зависит от вашего понимания, от лучших друзей. Понимаете? Да. Вот. Зависит от этого. Поэтому я говорю, мне это тяжело. Человек, которому вы доверяете. Вот так вот я сказала, что такое друг. Кому вы можете доверять здесь? Здесь? Вы хотите, чтобы я честно ответил? Да. Я только доверяю мою маму. Всё. И всё. Остальные у меня просто друзья. И всё. Наташа, а если я вас спрошу, у вас здесь появилось много друзей, которым вы могли бы доверять? Да, я очень рада, что я сюда приехала именно потому, что у меня появились новые друзья, очень много новых знакомых, в том числе и иностранцы, и мои одногруппники. У меня просто… У нас есть такое трио, три Наташи всегда вместе, и другие подруги, очень много новых знакомств, которым я очень рада, и это очень ценно для меня. А почему вы думаете, вот почему он говорит, что как бы не удалось ему найти людей здесь, которым он по полной мог бы доверять? Ну, зависит от человека, конечно. Кто-то может открыться, кто-то нет. Кто-то нашёл человека, которому действительно сможет доверить все свои секреты и рассказать всё, что у него на душе. А кто-то может доверить только всё своей маме. Тоже зависит от человека. Иван, а вот что касается вас, вам удалось здесь найти хороших, настоящих друзей? Ну да. Мне тут, в Казани, очень близкий друг, вышел. Очень хороший. Как зовут его? Азат Саехов. Ваш близкий, ваш ближайший друг? Да, очень-очень близкий. Как и родной брат. Он ко мне в Шанхае, в гостепиле, я часто… Угу. Постоянно. То есть, вам удалось здесь найти… Очень хороший друг. Мы вместе учили четыре года. Угу. Он постоянно мне помогает. На лекции. Ну, конечно, он сначала сам пишет, и потом помогает мне переписывать лекции. И песни, которые я не понимаю. Хороший друг, очень. То есть, люди, которые вам здесь помогали и в учёбе, и в жизни… Да. Очень близко постоянно. Это не один день, не два дня. Постоянно четыре года в течение помогают. Угу. Значит, хороший друг. Да. Это важно. Я уверена, что у вас тоже в окружении есть такие люди. Нет. Вы меня, наверное, не поняли. Я сказал, смотря ваше понимание, это лучшие друзья. Знаете, я очень осторожно отношусь к терминологии. То есть, лучшие друзья, лучшие друзья, это типа, я тебе скажу, я люблю тебя. И не имеет никакого значения. Понимаете, это то, что я говорю в глубокие. Человек не может жить в России пять лет, шесть лет, и не имеет некоторые друзья. Друзья бывают разные. Допустим, я могу сказать, что я с Наталью, с Уамбой, мы знакомы. Так я могу сказать, что мы друзья. Мы друзья? Я могу так говорить. Поэтому я вам так объясню. Вот вам думают, что вы друзья. Вот. Если это в таком плане, у меня есть много друзей. Очень много, да, здесь есть показаны. Очень много друзей есть. Вот. Ну, кроме всего этого, я говорю, что я больше всего свою маму доверяю. Вот. Это то, что я говорю. А то есть друзья, конечно, но есть люди, которые, может быть. У меня есть много друзей. Очень много друзей. Но когда вы мне говорите, что лучшие друзья, это то, что я говорю. Лучшие, лучшие, лучшие друзья. Я не знаю. Может быть. А о чем вы пишете своей маме в письмах? Что? Вот вы же рассказываете, или разговариваете по телефону, наверное, да? Что вы ей рассказываете? По телефону это очень дорого. Я из Бенина. Я с ней разговариваю по скайпу. О, по скайпу. Замечательно. Да. То есть вы можете по скайпу, наверное, часами разговаривать. Да. А что вы ей рассказываете? Ну. О своей жизни здесь? Да. Я рассказываю, что происходит в моей жизни, допустим, ну, все, ну, прогресс, который делаю, какие проблемы у меня есть, все, все, все. Если она, ну, потому что я могу следить за ее советом, допустим, да? Вот. Я, ну, я рассказываю то, что есть, она меня советует. Она меня советует? О боже, русский язык до сих пор. Да ладно. Я рассказываю часто то, что есть, и слушаю совет от от нее. А что я рассказываю конкретно? Вы хотите, чтобы я вам рассказываю, что я кушаю? Что вы рассказываете о Казани, о России? Ну, это она уже знает. Только сейчас я рассказываю, что у нас мама в Казани сейчас будет Олимпиада, город красивый стал, все это. Поэтому я говорю, я рассказываю про прогресс, все. А то, все, что меня касается, я уже рассказывал ей, и она уже в курсе. Вот. Поэтому я говорю, только про прогресс рассказываю, и все. Напоминаю, что нашим телезрителям и радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». Я Марина Хакимова, и в гостях у нас сегодня студенты-иностранцы. Студенты из разных стран делятся с нами своими проблемами, впечатлениями о России и своими трудностями, конечно. Я хотела бы вот все-таки спросить, я знаю, что касается конкретно общения первые годы. У вас были здесь проблемы, да? Да. Что касается общения. Знаете, когда я приехал здесь в Россию, да, я после подготовительной факультеты, после первого курса, я начинал, ну, я сам франкоговорящий, вот, я начинал преподавать французский язык. Это мне тоже много помог. Конкретно какие русские традиции, так скажем, российские традиции, казанские традиции, может, для вас были сенсацией или шоком? Вот, может быть, вы скажете, Ван? У меня тут все нормально, честно говоря. Я все это, ну… То есть, если кто-то вам говорил, надо обязательно выпить водки, то вы соглашались всегда, вы уже знали, что отказывать нельзя? Или как? Как вот у вас… Ой, такой вопрос никто мне, да. Честно говоря, я не знаю, как ответить. Ну, просто тут… как сказать… ой, я не знаю, как делать, честно говоря. Ну, вот какие традиции для вас были совершенно новыми, у вас это не принято в странах? Вот вещи, которые для вас… Нонсенс. Да, только это… как сказать… у вас это еда, это то и то еда, это суп сначала, первый. Да, сначала первый. У нас это наоборот, после еды суп. У вас после еды суп, а у нас суп до еды. Да, это еда, да. А еще что? Наташа, может быть, ваши друзья какие-то, кто с вами вместе работает в ассоциации иностранных студентов, вам рассказывали, что есть какие-то такие несоответствия, когда… как… не знает человек, он не знал, что сначала надо… Не знаю, такого вроде особо не рассказывали, единственное, что было уже… рассказали. У меня наоборот было удивление, одногруппница не видела, как растут грецкие орехи, то есть как бы у нас они дома растут, прямо дома дерево, и растут они там падают, все такое, мы едим их. А я когда сказала, она была в шоке. Она говорит, я никогда в жизни не видела, как они растут, вообще такое удивление им было. Скорее, наверное, такие моменты, то, что мои друзья здесь удивлены тем, что у нас там в Кыргызстане. А для меня, в принципе, в Татарстане, в Казани все было такое привычное. А что вот еще вас, помимо этой истории с водкой, удивило то, чего нет в вашей стране? Про эту историю вы что-то сказали мне. Ну, я не понял, что существует такая традиция. Я согласен, я согласен. И я согласен, что я не в курсе был. Вот. А дело в том, что человек терапится, то есть он не хочет пропускать автобус. Я не знаю. Я не знаю. Как и везде есть нормальные и ненормальные люди. Я не знаю, если вы можете, я не знаю, в каких состояниях они были, чтобы я стал пить, выпить с ними тот день. Кто знает. Я могу вам рассказать. Они убили, ну, здесь в России, да, две африканцы убили в таких случаях. И нам рассказали. Поэтому, когда я попал на такую ситуацию. Вы боялись очень сильно. Я даже убегал. То есть у вас был такой опыт. Наташа, расскажите, вот как ассоциация решает эти проблемы? Ну, во-первых, когда к нам приходят с такими подобными проблемами, то скорее сразу идем либо в полицию, ходим в международный отдел, потому что все-таки должны решать их проблемы, там помогать всегда. Ну, по максимуму, смотря какая ситуация, в зависимости от этого, стараемся помочь соответствующий орган отвезти. Или если это как-то в наших силах, то стараемся сами помочь. Ну, я знаю, что такие случаи происходят в любом большом городе Земли. И это везде так. И так же я могу, так же я могу рассказать помимо. Вчера уже три дня я не сплю дома. Почему? Я сплю у своих друзей в гости. Они говорят, давай, давай, я даже много супов ею. Я даже успел научить готовить супы. Какой суп? Много разных супов бывает. Ну, солянку мне научили сначала. Солянку. Ну, борщ, они приготовили. Ну, когда я туда пошел, они солянку кушали. А есть еще какой-то суп называется. Это холодный суп. Я не сказал имя. Окрошка? Окрошка, да. Я кушал. Вот с ними. Я был с ними. Вообще, они мне показали город. Меня на машине покатали все это. То есть, я согласен, что и везде есть норма. Ну, хорошие и нехорошие люди. Зависит от того, как ты относишься к людьми. Вот. То есть, вы три дня не ночуете дома, потому что друзья вас зазывают к себе. Да. Есть русские супы, да? Да. Ну, хорошие друзья. Говорят, зачем мы, ну, спокойно. Ну, даже если, и бывают такие случаи. Если я хочу сдавать, у меня сессия, да? И я не хочу. Ну, потому что я живу в общежитии. Вот. И если шумно, шумно на этажах. Они говорят, давай, айда к нам. Вот. И туда пойду, спокойно. Я этот, учусь, нормально. И потом пойду. Счастливый человек. И вы говорите, что лучших друзей нет. Ну. Ну, есть друзья, конечно. Есть, конечно, хорошие друзья. Я называю хорошие друзья. Вот. Это, по-моему, название хорошее. Последний вопрос хотел бы я задать вам. Ваши планы? Планируете вы оставаться в Казани и жить здесь долго и счастливо? Или все-таки будете возвращаться в Китай? Очень, очень хотел тут работать и жить, честно говоря. Угу. Да, я просто тут уже привык. Уже тут шесть, ну, шесть лет уже тут жить. Я сейчас тоже это обратно домой, я уже не могу привыкть. Уже не знаю, на самом деле, чё. Даже это много, это китайские иероглифы, я сам забыл. Забыли иероглифы? Да. Куда делать у китайцев? Вот. Страшно для меня. Ну, я точно говорю, привык тут жить. У меня друзьями, друзья все тут. Татарин, русские, ну, китайские друзья все тут. Побольше, честно говоря. Тут хочу работать и жить. Да. То есть вы однозначно решили остаться здесь? И связать свою жизнь и, может быть, детей здесь рожать, да? Воспитывать. Да. Наташа, вы? Да, в Кыргызстан я не планирую. Останусь однозначно в России, а Казань это будет или какой-то другой город, я еще не решила. Но, на самом деле, Казань мне очень нравится тем, что здесь всегда очень много разных, больших таких мероприятий, как универсиада, чемпионат мира по поводным видам спорта. Здесь каждый вечер можно найти себе какое-нибудь интересное занятие, куда сходить, я не имею в виду клубы там или что-то такое, а именно культурное какое-то мероприятие, хобби, танцы, все что угодно, все что по вашей, по душе, по этому Казанию, это достаточно для меня в большом приоритете сейчас, например. Вы тоже планируете здесь остаться? Да. В России однозначно. В России однозначно оказать в приоритете. А вы? Так, ответ на вопрос, планирую ли я оставаться в России. Знаете, я, конечно, с удовольствием бы хотел, но смотря этот, я не знаю будущее, поэтому я на этот вопрос только отвечу, время покажет. Только время покажет. А сердце вот что подсказывает? Знаете, я хочу оставаться здесь, так и я хочу помогать свою страну, понимаете? Помогать своей стране. Помогать своей стране. Да. Понятно. Вот. Спасибо огромное вам, было очень интересно с вами поговорить. Мы все люди, мы все равны, независимо от того, в какой стране мы родились и в какой стране мы выросли. Дружба, любовь, семейные ценности везде одинаковые. Я хочу пожелать нашим радиослушателям и телезрителям оставаться добрыми, понимать других и учиться миру и дружелюбию. Сегодня у нас в гостях были студенты-иностранцы, студенты, которые учатся в Казани и приехали из других стран. Это Ун Мэну Марсиаль, студент из Бенина, Наталья Дедусева, студентка из Кыргызстана и По Ванг, студент из Китая. Всего вам хорошего, увидимся ровно через неделю. Разговор по чесноку на радио UFM